привет друзья привет всем кто меня смотрит и слушает сегодня приехала уже на закате на берег целый день был занят у меня очень сильно целый день беготня всякая колгота с этой работой уже не рада что связалась я извиняюсь ну вот а потом пришла что-то хочется мне все-таки немножко погулять вот приехала с вами на свой любимый берег немножко погуляю сегодня такое будет у нас опять немножко знаете просто видовое видео покажу вам там красивые места новые погуляем вдоль берега моря погода сегодня прекрасная хотя и солнца нет но посмотрите небо тоже вот у природы нет плохой погоды да это точно погуляем не ждите каких-то от меня сегодня грандиозных рассказов а просто посмотрим вокруг покажу вам низовысловатую красоту английских деревушек мне нисколько не трудно вы знаете проходя мимо увидев какой-то интересный коттедж или цветы поделиться с вами узнаете наш знакомый отель который все еще продается начинает все больше зарастать ветшать приходить в упадок и покупателей так и нет а любой дом вы знаете без хозяина он быстро умирает духа нет жилого даже камням даже домам нужно тепло нужны заботливые руки и уход вот посмотрите как он выглядит ужасно это тыльная задняя сторона отеля и он просто на глазах уже стал рассыпаться и погибать но не будем о грустном сегодня у нас двадцать четвертого июня понедельник макушка лето называется да 22 июня и по 24 по моему день летнего солнцестояния самые длинные дни и уже завтрашнего дня лето пойдет на убыль представляете как все быстро друзья вообще как-то странно вроде лето только началось июнь месяц а уже получается по календарю день начинает убывать я вот частенько хожу мимо вот этих вот таких красивых растений даже не знаю как их назвать видите какие они огромные эти метелки может быть кто-то знает это что такое не знаю я не пальма не пальма но это явно не пальма отведите какие они поблизи такие высоченные наверное метра три я не видела никогда вот они здесь растут на этой клумбе давно я все хожу мимо них вот хотела вам все таки показать что это такое видите тут даже мелкие цветы какие-то на них пчелы роятся что за растение кто знает друзья я в этом плане абсолютно не сведущая вот еще вот эти колючки посмотрите какие красивые синие да вы только посмотрите тоже просто великолепие острые твердые я вот видела похожие такие засохшие уже но вот как-то никогда не не видела таких синих здесь видите какие вот еще они здесь и вот эти желтенькие цветы так похожие на пижму но это не пижма пижма то у нас ведь она такими зонтиками а эти по одиночки единственное что я могу распознать в этой клумбе это вот ромашки вот ну и там пожалуй еще шиповник огромный уже отцвел вот такой дом тоже здесь очень красивый и перед этим домом это клумба необычная как выясняется юный натуралист из меня никудышний и не знаю я всех этих растений название у нас наверное целую неделю шел дождь потом дождь прекратился было очень ветрено просто ветер вот я пыталась вам там на побережье делать видео наверное тоже кто смотрел слышали насколько шумел ветер в камеру а сегодня посмотрите такая тишь не шолохнется и вот эти волны шум уже у нас дело к вечеру поэтому наверное мало того что и солнца то не было целый день и вот сейчас очень хмуро наверное будет не красочное мое видео но интересно все таки вам показать насколько разная погода здесь вы знаете но вот сегодня кстати нам обещали шторм мне моя знакомая несколько раз звонила предупреждала а ты слышала что обещает шторм очень сильный ну вот видите как порой бывает ошибаются наши по прогнозу погоды эти метеорологи никакого шторма нет а наоборот тишина и очень душно я гуляла с вами в шанклине там очень много было людей наверное то что именно меня многие спрашивают куда люди подевались почему нет вот я показала как бывает у нас много людей на пляже просто надо знать места как говорится такие многолюдные а вот этот берег он почти всегда очень спокойный очень тихий и не многолюдный я почему-то предпочитаю все таки гулять вот в таких местах уж не знаю опять вспоминаю как говорили по он бриджит бордо или кто-то там любительница животных она говорила чем больше я узнаю людей тем больше мне нравятся собаки и что-то прям как-то вот все чаще и чаще у меня возникают такие мысли что она права и трудно ей возразить взгляните опять на это дерево распластанная вдоль стены как интересно иногда меня вот умиляют такие на камнях на стенках цветы как они тут растут здесь еще одна новая такая у нас территория застроена недавно совсем вот этими вот домиками здесь был пустырь но вот еще даже остался пустырь видите вот тоже землю купили наверное через какое-то время здесь тоже построят дом или может быть несколько коттеджиков для отдыхающих даже не знаю здесь чаще всего на побережье строят именно коттеджи holiday home а мне нравится гулять именно таких местах которых я не было раньше показывать вам всю эту красоту ну вот посмотрите сарайка сарайка прям напоминает мне сразу наши дачи в россии тоже дубики эти это холоды хом опять такие коттеджики на лето люди снимают отдыхают здесь приезжают у кого деньги есть потому что стоят эти коттеджи в общем не дешево красивящая лаванда куда же в англии без нее это лаванда любимые цветы англичан все чистенько уютненько все в цветах вы знаете даже странно что эти дома они все всегда заняты на все лето их снимают это вот обычно приезжают люди как я говорила с материка с больших городов чаще всего из лондона сюда к нам отдыхать такая звенящая тишина только птицы поют где-то слышен разговор красиво вот здесь такая оригинальная клумба казалось бы просто знаете какие-то заросли обычных кустов ну вот у них вот очень ценится такое именно то что похоже как бы на дикую природу вот такие вот клумбы это специально тоже все посажено специально здесь разбита эта клумба посмотрите какая прелесть это что-то такое прям похожее на наш ковыль по-моему действительно ковыль прелесть все вот такое дикой природы нравится вам мне очень нравится этот вид вот какая-то у меня такое впечатление что как будто я попала на природу в какую-то деревню мне это настолько близко великолепно просто я я конечно наверное очень жаль будет если сейчас вечер и не будет настолько ярко это все как на самом деле надеюсь что вы увидите всю эту красоту смотрите сколько здесь шмелей а это даже не пойму что за дерево с такими крупными белыми цветами неужели жасмин жасмин обычно пахнет а этот запаха нет не похоже на плодоносящие дерево и не не знаю опять не яблоня яблоня уже давным-давно отсвели что за дерево вот спросила у этой пары они вышли из домика я спросила это вы сняли холоды хом на какое время они сказали мы берем каждый год на шесть месяцев длинная аренда шесть месяцев вот и в общем сказали что они платят две тысячи в месяц представляете как дорого а я что-то иногда прям переживаю что здесь у нас скучно то да сё а когда подумаешь что люди такие огромные деньги платят чтобы здесь провести какой-то короткий отрозок времени то сразу и думаешь в каком прекрасном месте я живу и на самом деле прекрасное великолепное место такой красоты как у нас здесь на острове Уайт не встретишь пожалуй это так странно что я не вижу пчелок а я вижу вот этих вот огромных шмелей наверное те кто знает хорошо насекомых разбирается то могут сказать вот по поведению насекомых какая будет погода я не знаю ну вот обещали все таки шторм сегодня может быть ночью грянет шторм потому что тоже ведь говорят что перед затишьем всегда ой перед бурей всегда затишье вот у нас такое затишье не шевельнется не колыхнется а